Всем привет, с Вами Юлия и мой факультет рукоделия. Предлагаю сегодня поговорить о пледах из пряжи Puffy Fine, которые так полюбились многим из Вас. Но вначале я хочу сделать маленькое отступление. Девочки, я знаю и всегда помню, как Вы ждете мои бисерные мастер классы. И пока ко мне идет вдохновение, предлагаю Вам обратить внимание на канал Artsy Craftsy, переходите по ссылке, подписывайтесь и творите пока вместе с Людмилой. Итак, вернемся к Пуффи. Если Вы смотрите мои периодические распаковки пряжи, то помните, что в новом сезоне компания Alize выпустила пряжу Puffy Fine в больших мотках, да еще с плавным переходом цвета омбре. Так вот, я взяла 4 таких мотка на большой плед и обещала Вам рассказать, как сохранить переход цвета от светлого к темному при вязании большого пледа. Но мои планы поменялись, так как я сделала расчеты и поняла, что тот размер, который мне был необходим, у меня из 4 мотков не получается. Поэтому, когда мне в магазине попался плед с нужным мне оттенком, я не раздумывая его купила, а пряжу решила использовать для других целей. Какой теплый и уютный у меня получился мужской халат Вы уже видели. Кто не видел, сейчас в правом углу появится подсказка – переходите, вяжите. А сегодня я покажу Вам, каких размеров детский плед плед получается из одного мотка Puffy Fine Ombre Botic. Мы посчитаем, сколько пряжи понадобится для большого пледа и самое главное покажу, как связать большой плед с единым переходом цвета. Итак, начинаем с детского пледа. Именно из одного такого мотка получается детский плед. Компания Alize специально выпустила пряжу в такой большой упаковке, чтобы Вам больше не пришлось долго и мучительно высчитывать, сколько взять пряжи, чтобы точно хватило. Пряжа очень приятная и мягкая на ощупь, такая плюшевая, нежная, мягкая, пушистая и уютная. В мотке 500 грамм и 73 метра. По составу это 100% микрополиэстер. Номер этого оттенка – 7259, а брала эту пряжу в магазине пряжа Настенька, ссылку, как всегда, оставлю в описании под видео. Цель моего видео – не научить Вас вязать плед из этой пряжи, здесь нет никаких хитростей, а посмотреть, какой получится плед, каких он будет размеров и как будет выглядеть. Поэтому на продевании петель друг в друга останавливаться долго не будем. Первую петлю лучше распустить, чтобы появился хвостик, так будет надежнее. И потом в конце вязания его надо будет закрепить и спрятать. Вначале советую связать цепочку из петель, чтобы край пледа был красивый и прочный. Узоров я сегодня показывать не буду, но Вы по желанию можете дополнить свой плед красивыми косами или оранами и это будет очень красиво смотреться. Но помните, что узор возьмет на себя объем и расчеты нужно делать с учетом узора. К примеру, Вы набрали необходимое количество петель для ширины пледа, теперь в каждую петлю косички продеваем новую петельку с нити, петли остаются открытыми. Во втором ряду мы меняем направление нити и продолжаем продевать петли, при этом само вязание разворачивать не нужно. Таким образом вяжем весь плед. Когда Вы провяжете все петли до конца, нужно будет закрыть петли последнего ряда. Посмотрите, с какой стороны у Вас остался хвостик нити. Закрытие делается с противоположного края. Все петли последнего ряда продеваются одна в другую и в итоге получается точно такой же край, как и в начале. Последняя петля закрывается хвостиком нити. И вот так красиво будут выглядеть края Вашего пледа. А вот и плед, который у меня получился из этого мотка пряжи. Вы сами видите, как красиво он смотрится без всяких рисунков. По всей длине пледа плавно протекает оттенок от темного к светлому, градиент выглядит просто превосходно. В нем нет никаких ступеней и перепадов, все идеально ровно. Плед получился мягкий, теплый и уютный. Теперь поговорим о размерах. Я набирала для этого пледа 70 петель и вязала лицевой гладью петля в петлю без узоров, пока не закончился моток. И по ширине мой плед получился 85 см. В длину или по длинной стороне пледа размер получился 1 метр 10 см, итого 85 на 110. Эти цифры, конечно же, условные, потому что полотно очень хорошо тянется, особенно по длине. Исходя из этого, мы уже можем прикинуть, какой плед может получиться из двух или, например, четырех мотков. Я собираюсь вязать плед размером 2х2,20 см. И здесь как раз удобно посчитать, маленький плед получился со стороной 1 метр 10, значит в длину надо два мотка. А вот если брать две ширины, то получается всего 1 метр 70 см, то есть в четырех мотков мне не хватает. И если Вы хотите связать плед 2х2,20 см, то нужно брать 5 мотков. Покажу еще один расчет, возможно, он кому-то пригодится. Высчитываем площадь маленького пледа. 85 см умножаем на 110 см, получается 9350 квадратных сантиметров. Теперь высчитываем площадь того пледа, который Вам нужен. Пусть это будет 2х2,20 см. Перемножаем эти размеры в сантиметрах, получаем 44 тысячи квадратных сантиметров. Теперь делим полученное число на 9350 и получаем 4,7, что и следовало доказать, нам потребуется почти 5 мотков. Вот таким образом считайте, сколько покупать пряжи. Теперь показываю, как связать ровный градиент. К примеру, Вы купили 5 мотков пряжи. Связали образец, сделали расчеты для своего пледа. Предположим, Вам нужно набрать 165 петель. Значит, вначале нам нужно связать косичку из 165 петель. Но тут не торопитесь, нам нужно количество этих петель разделить на количество мотков, то есть на 5. Получается 33 петли. Вот теперь вяжем косичку. Провязали 33 петли, берем нить от другого мотка. Вначале оставьте хвостик, чтобы потом можно было его закрепить. Продолжаем вязать косичку нитью из второго мотка. Также провязываем 33 петли. Вот у нас начало косички и первая нить осталась ждать своей очереди. В местах соединений потом нити красиво закрепите и край будет ровный. Таким образом нам надо провязать 5 раз по 33 петли из разных мотков. И вот так в 5 местах из косички будут отходить все нити. Я ограничусь двумя мотками и покажу, как сделать соединение. В следующем ряду мы провязываем петли до места, где осталась нить от другого мотка. Здесь мы нити перекрещиваем друг с другом и продолжаем вязать другой нитью. Следующий ряд. Мы снова вяжем каждую нить до места соединения, перекрещиваем и продолжаем вязать уже нитью из следующего мотка. Для удобства разложите мотки перед собой и, чтобы нити не путались, во время перекрещиваний меняйте мотки местами. Согласно это будет немного хлопотно, главное не таскать работу с места на место и тогда у Вас получится единый градиент на протяжении всего пледа. Так как мы набирали одинаковое количество петель для каждого мотка, а значит и переход цвета будет происходить в них одновременно. Вот смотрите, я провязала несколько рядов и Вы видите, как выглядит место соединения нитей. По хвостику видно, где оно находится. Полотно смотрится единым и ровным, визуально нет никакого шва. Если пощупать руками, то с изнаночной стороны есть незначительное уплотнение, но зато мы сохранили градиент и большой плед будет таким же красивым, как и мой маленький плед из одного мотка пряжи. Я надеюсь, что это видео было для Вас полезно. Переходите по ссылке ниже в магазин. Приятных Вам покупок. Вяжите красивые пледы и пусть они приносят Вам хорошее настроение. С Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока.